Новая рабочая неделя началась с оперативного совещания в администрации городского округа Люберцы. Руководители структурных подразделений и ведомства читались с главой муниципалитета в проделанной работе. Подробности в материале моих коллег. На минувшей неделе в Люберецкую полицию поступило 2150 обращений от граждан. По ним возбуждено 16 уголовных дел. Стражам порядка удалось раскрыть по горячим следам 12 преступлений, в том числе связанных с дистанционным мошенничеством. Прошу наше население все-таки прислушиваться. Мы с управляющими компаниями уже неоднократно обходим по всем нашим жителям. Проводим брифинги для того, чтобы еще раз рассказать, что такое существует дистанционное мошенничество. То есть еще раз, если вдруг будут поступать звонки, приходите или звоните 02 или 112, вас проконсультируют. 57 выездов по сигналу тревоги совершили сотрудники Люберецкого пожарно-спасательного гарнизона. В шести случаях пришлось бороться с огнем. Один пожар произошел в Котельниках, пять – в городском округе Люберцы. Есть пострадавшие. И 4 июня, в 18 часов 27 минут, тамильный микроорганизм фабрики, дом 28. В данном доме в одной из квартир обгорели личные вещи в кладовке, трехкомнатной квартире на 11 этаже на площади 1 метр квадратный. Гражданин 79-го года рождения отправлен в Люберецкую больницу с термическими ожогами. Система ЖКХ работала без перебоя. На аварийных отключений на сетях электровода и газоснабжения не было. В штатном режиме продолжается капитальный ремонт МКД. В этом году в программу вошло 135 домов. На 25 объектах работа завершена. В работе 46 домов. Таким категориям, как ремонт фасадов, балконов, кровель, замена удалей домовых инженерных систем, ремонт отмостки. И сюда также входит замена лифтового оборудования. В ежедневном режиме продолжается благоустройство придомовых территорий и общественных пространств. С 30 мая по 5 июня выведено более 600 кубометров мусора. Такую же работу проводят на муниципальных и региональных дорогах, а также в парках городского округа Люберцы. Луиза Игязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.